Приветствую вас, вот почитал ответ их коллег на ваш вопрос. И вы знаете, мое мнение будет немного альтернативным, я надеюсь, вы не подумаете, что это так, потому что мне хочется противоречить. Да и вы, коллеги, если кто-то придет по ссылке, то есть не думайте, что я хочу вам как-то продевать. Ричард, момент здесь такой, что вы понимаете, если вы удалите молодого человека из списка друзей, это будет означать, что вы проявили к нему какое-то отношение. Ну вот какое-то отношение. То есть не важно здесь, а вообще говоря, какое именно. Вы это отношение проявили уже. Оно есть, это отношение. И в принципе, вашему молодому человеку не нужно больше ничего, чтобы понять, что для вас там ничего, что это значит. А вы, судя по всему, ну если я правильно вас понял, вы, судя по всему, этого не очень хотите. То есть вы не хотите, чтобы молодой человек думал, что вы в нем не знаете, то есть вы не хотите показывать ему какого-либо вообще своего отношения. Да? И давайте подумаем, как вы добьетесь этой цели через данный аспект. Вот вы удалите его из своих друзей, молодой человек увидит, подумает, ну вот, значит, надеялся, что я, например, вернусь, да, а теперь, скажем, уже надеется, например, надеется перестала, и теперь уже хочет показать мне, что я ей не ную. Ну, раз так, то я буду действовать там тоже как-то по-другому. То есть по факту, по факту, получается так, что вы себе, вот вы себе, ну, сколько лишь вредите тем, если удалите молодого человека из социальной сети, из друзей на фейсбуке. Потому что он, он, это будет воспринимать, я надеюсь, понятно объяснил как. Что нужно сделать? Вам нужно для себя самой понять следующее, что вообще говоря, социальные сети, фейсбук, это такие места, которые, ну, не очень-то хороши они для того, чтобы в них проводить время, свое время. Ну, время вообще, и свое время в частности. Я думаю, что вам не нужно удалять молодого человека оттуда. Вам нужно просто перестать заходить в социальные сети. Да, я понимаю, что это может быть слишком такое радикальное решение проблемы. Но, понимаете, удаление нашего молодого человека из списка друзей в фейсбуке, это не что иное, как проявление ему своего внимания. И это ему будет льстить. Это покажет ему, что вам на него до сих пор не все равно. И дальше, в принципе, справедливо, то, что написал коллега Александр Полисков. Это вот идеальный подход. А если вы даже не дадите молодому человеку понять, а сами выберите, не заходите в фейсбук, и тем самым ничего не смотреть, ничего там не делать, никак не проявлять свою активность, то молодой человек сам, если захочет, обратить на вас свое внимание. Он спросит, где ты, почему перестал заходить в фейсбук, не случилось ли у тебя чего и так далее. И это гораздо лучше для вас, гораздо выгоднее для вас, гораздо правильнее для вас. И, мне кажется, объединяет тем целям, которые вы сами себе ставите. А эти цели, я надеюсь, понятно какие. То есть, эта цель избавится от тех эмоций, которые вас вызывает этот молодой человек. Но, я еще раз говорю, для того, чтобы это сделать, не нужно проявлять этому внимание. Потому что вы его удалите, и вы будете сами об этом зелеть. Кроме того, вы опасаетесь сплетен. А если вы не будете заходить в фейсбук вообще, а добавите всех друзей, например, в другом месте, например, в тот же ВК, или вообще будете больше общаться в реалии по мобильному телефону, допустим, то тогда это будет самое, что ни на есть, правильное поведение человека, который знает себе цену, который пусть понимает, чего он хочет и куда стремится. Далее вы пишите, что у вас что-то держит. А что-то держит, я так понимаю, по отношению к молодому человеку. Давайте подумаем так, тогда. У вас что к нему? Какие-то чувства? Хорошо. Если эти чувства у вас к нему искренние, то есть, если это искренняя любовь, допустим, любовь, то тогда вы, наверное, желаете своему молодому человеку счастье. Если вы желаете своему молодому человеку счастье, то сейчас он определенно счастливее, чем до того, как он ушел. Ведь он сказал, что этого недостаточно, недостаточно чувства. Значит, ему нужно что-то еще. Вот вопрос. За этим что-то еще, он и ушел. И это нужно понимать. И если вы любите его, если вы желаете ему счастья, то простите, вы за него будете рады и отпустите его. А если вы его не отпускаете, значит, он вам самой для чего-то нужен. Что-то вы через него хотели бы удовлетворить. Какие-то желания, какие-то стремления. Может быть, физично для вас он нужен. Давайте подумаем, для чего он вам нужен. Что вы через него хотите получить. И давайте попробуем получить этот бедный угол. Напрямую. Напрямую, без посредников. И вы удивитесь, насколько поменяется у вас к нему отношение. Вы более спокойно будете воспринимать то, что он не с вами. Например. И так далее. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы делаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Удачи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok